всем добрый день сегодня у нас будет программа обучение по программе когнитивно-поведенческой терапии зависимого поведения когнитивно-поведенческой кпт зависимости и мы будем разбирать сегодня что это такое всем добрый день сегодня мы будем разбирать зависимости как работать зависимостями что это такое это достаточно сложная тема поэтому сегодня мы будем знакомиться что такое зависимость или аддикции как сейчас это называется здравствуйте здравствуйте всем добрый день всех рады видеть сегодня у нас предмет психологии зависимого поведения мы немножко сейчас подождем и будем начинать все присоединяются если есть какие-то вопросы можете сейчас задать будем начинать зависимое поведение это достаточно сложная форма расстройств поэтому не все специалисты с ней работают даже те специалисты кто работает с такими людьми они не гарантируют что человек избавиться от этого рецидива бывает очень часто ремиссии в состоянии ремиссии кажется что человек уже избавился от этой вредной привычки на самом деле может любой момент вернуться и мы будем это разбирать будем проходить как с этим работать что с этим делать но для начала надо понять что такое аддикция или зависимое поведение и как определить его я предлагаю начать с формулировок с того чтобы нам понимать да что такое аддикция распространенность зависимости очень высокая психоактивных веществ свыше десяти процентов населения а интернет и зависимость составляет 1 от 1 до 5 процентов а в 2011 году составила 41 процент представляете да и мы сегодня будем говорить какие виды зависимости есть и что мы считаем зависимость что такое за аддиктивное поведение или зависимое поведение аддикция это привыкание зависимость и пристрастий поэтому у нас аддиктивный addiction это аддикция это из английского из иностранного это иностранное слово но мы говорим на нашем языке это как зависимость истории термина да то есть откуда появился этот термин давайте посмотрим в древнем риме аддиктус это юридический термин который обозначал подчиненного осужденного человека приговаривать свободного человека человека к рабству за деньги в 16 веке упоминание аддикции было шекспиром в первой сцене генриха 5 17 столетия термин приобретает его саморефлексивные сопутствующие значения описывая следование неистребимой привычки склонность или пристрастие симпатии сочувствия то есть это такая нездоровая привычка до будем так называть мы привыкли к чему к чему-то что приносит нам вред если мы смотрим долгосрочной перспективе что такое аддиктивное поведение до продолжим в девятнадцатом веке термин аддикция использовался для описания приверженности глубокого пристрастия привязанности поиска стремлений или склонности например увлечение написанием письмами писем или ботаникой или газетами в конце девятнадцатого века начале двадцатого столетия термин стал включать зависимость от наркотиков типа морфия и кокаина опиума гашиша как одну из многих склонности и зависимости со времени первой мировой войны вместо термина алкоголизм стали отдавать предпочтение термину аддикция что отражало новую теорию согласно которой алкоголизм был больше болезнью желания или проблемой более психологической чем физической понятие аддикт стало использоваться в отношении психологической идентичности которые никогда не обозначали прежде аддикт это зависимый напомню да что такое аддикция это привыкание зависимость пристрастия и вот аддикт это тот человек кто привык кого есть привычка есть зависимость есть пристрастие в шестьдесят четвертом году в себе всемирной организации здравоохранения воз впервые сформулировал определение злоупотребления наркотиками которая опиралась на понятие зависимости аддикция определялась как состояние психической или физической или той или и другой зависимости от наркотика возникающие у человека после периодического или продолжительного употребления наркотика и восемьдесят третьем году били миллер и ландри ввели термин аддиктивное поведение определялось как период злоупотребления веществами изменяющими психическое состояние до того как сформируется зависимость то есть если сейчас мы считаем зависимость и аддикция это одинаково ну то есть один и тот же смысл носят а раньше ну ведь вильям определили и ландри как а состояние перед зависимостью это аддикция аддиктивное поведение как начальной стадии формирования зависимости без отождествления с ней то есть многие считают специалисты что аддикция это еще не зависимость и аддиктивное поведение предвестник зависимости что мы можем сказать об аддиктивном поведении еще рассмотрим несколько определений и разные специалисты придерживаются примерно одной точки зрения но у них разной формулировка. Аддиктивное поведение или зависимое поведение – один из сложных и многообразных видов отклоняющегося девиантного поведения. Девиантное поведение – это поведение, которое отклоняется от нормы. Аддиктивное поведение может выражаться в чрезмерной склонности, привязанности к чему-либо или кому-либо. И мы сегодня будем разбирать виды зависимости. Аддиктивное поведение – это повторяющаяся привычка, которая повышает риск заболевания и или связана с личными и социальными проблемами. То есть это поведение, которое повышает и риск заболеваний и риск возникновения проблем. Субъективно-аддиктивное поведение часто проявляется как потеря контроля. Несмотря на усилие воздерживаться или контролировать поведенческие паттерны, в полной мере появляются вновь и вновь. То есть это состояние, которое очень сложно контролировать, и часто очень это неконтролируемо. Эти паттерны обычно характеризуются получением немедленного удовольствия. Кратковременная награда и часто сопровождается отставленными отрицательными последствиями, долговременные издержки. То есть мы не думаем о долгосрочных, долговременных последствиях. Аддикт не думает обычно. Ему нужна немедленная награда. Здесь и сейчас снять вот это напряжение. Попытки изменить аддиктивное поведение с помощью лечения или самосовершенствования сопряжены с высоким процентом рецидива. Я уже напомню, что зависимые люди, они очень сложно уходят из зависимости и очень низкий процент уйти от этого. Но шансы и варианты есть. Наша помощь, она может им пригодиться. Даже вот поддержать какой-то период ремиссии очень часто бывает такое вот затишье, а потом при неблагоприятных факторах привычка может возобновиться, зависимость, да, вот это вот состояние. Поэтому нам надо определить, мы будем с вами позже говорить об этом, не сегодня, какие способы, что мы можем делать, что нам необходимо делать, когда мы работаем с зависимостью. То есть то, что я говорю, понятно, как меня слышно, как видно, я даже не спросила. Вот то, что зависимое поведение, это аддиктивное поведение, где-то вы будете слышать аддикции, где-то зависимости, и сейчас принято считать, что это практически одно и то же. Да, все хорошо слышно, отлично, все понятно, спасибо. Спасибо. Аддиктивное поведение, определение. Предыдущее определение, это было, определил Марлат с коллегами, иностранный психолог, а сейчас мы будем говорить, как характеризует аддикцию Короленко. Аддиктивное поведение, одна аддикция от английского аддикшн, пагубная порочная склонность, одна из форм деструктивного поведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения своего психического состояния посредством приема некоторых веществ или постоянных фиксаций внимания на определенных предметах или видах деятельности, что сопровождается развитием интенсивных эмоций. Вот Короленко говорит, что еще зависимость, это поведение связано с эмоциями. Он еще описывает здесь, как развитием, связано с развитием интенсивных эмоций, и это правда так. Аддиктивное поведение и аддикции, что пишет об этом Личко. Понятие аддиктивного поведения обозначает донозологический этап формирования зависимости и подразумевает наличие ситуационной психической зависимости и поисковой активности. То есть, если мы знаем, что нозология – это заболевание, то донозологический – это значит, что перед тем, как уйти в болезнь, человек пытается справиться с этой болезнью с помощью вот этого объекта или субъекта. Поисковая, здесь очень важно заметить, что поисковая активность, он ищет способы решения проблемы, ищет способы облегчения, и в некоторых случаях это помогает. Ну, как быстрое такое, в качестве быстрого результата это работает. Если мы возьмем наркотики или алкоголь, ну, даже если мы возьмем зависимость такая любовная, да, что там происходит, здесь тоже мы ищем, причины есть, мы ищем выходы, нашли объект желаемый, и все, и как будто бы проблема не решилась. Но на самом деле она еще больше усугубилась, просто надо разобраться, что у девушки что-то с самооценкой или что-то с характером, да, что повлекло вот эти вот негативные последствия, опасные для нее, но здесь формируется зависимость, что на какое-то время возникает облегчение, ну и человек думает, что вот оно, вот этот способ не помогает. Также это связано с психоактивными веществами, это состояние, да, употребляет вещества, алкоголь или паф, психоактивные вещества, сразу проблема как будто бы решается, да. И здесь еще то, что в реальности, да, уход из реальности возникает и складывается такое впечатление, что вроде бы все решилось. Аддиктивное поведение, состояние, которое соответствует донозологическому употреблению психоактивных веществ, развивающие зависимость. Как пишет Менделевич, аддикция – это особая группа поведенческих расстройств, представляющие собой разнообразные патологические паттерны поведения, отвечающие не только критериям личностных расстройств, но и различным критериям диагностики. Эти расстройства разнесены по различным рубрикам МКБ-10, а сейчас это будет МКБ-11. Аддикция объединяет преобладание поведенческих расстройств над собственно психическими расстройствами. Шаев, что говорит об аддикциях. Аддикция – это любой процесс, над которым мы не властны. Мне очень нравится это определение, коротко и понятно. Аддикции, он еще пишет, что аддикция делится на две категории – это субстациональная аддикция, это алкоголизм, то есть субстанции, за счет чего формируется аддикция, что является предметом. Алкоголизм, наркомания, табакокурение, пищевые и аддикции процесса. Это накопление денег, гемблинг, игромания, секс, работа, беспокойство, религия. Сюда тоже можно шпаголизм занести, потому что это аддикция процесса. Нам важен процесс. На самом деле, если мы посмотрим, что вот это накопление денег, оно ни к чему не приводит, то есть оно не делает человека счастливым, потому что деньги не используются. Это не для развития человека, а происходит деградация. Но процесс этот существует также. И если вы замечали, есть религиозные люди, фанаты, и насколько религиозность связана с их духовностью. Очень часто бывает, что человек говорит, я в религии, я религиозный, он соблюдает посты, он читает молитвы, ходит в храм. Но его поведение, его деятельность желает лучшего, конечно же. И если мы начнем сравнивать нормы и патологии, конечно же, там этот человек далек от нормы, но и, соответственно, его духовное развитие очень отличается от религии. То есть религии и духовное развитие там, они, как говорится, рядом не стояли. Также работа, да, люди работают-работают, и работа не приносит ни удовольствия, ни денег. То есть важен сам процесс. Ну, шпаголизм тоже, как мы знаем, не все люди счастливы от того, что они, у них есть возможность покупать, и они используют эти вещи по назначению, так скажем. И если они купили вещь, то там дальше запускаются процессы, им надо еще и еще. Сами не понимают, зачем. Ну, и самое страшное, мы будем разбирать то, что как потом эти люди, да, какие последствия, потому что очень много людей, в том числе и игромания, гемблинг, они же, у них очень большие долги, также шпаголизм, шпаголизм, да, или, например, процесс накопления денег, где-то на чем-то экономят, на том, что прям правда необходимо, а деньги, они есть. И получается, что вы не конструктивно, не функционально используете. Давайте посмотрим теперь общие признаки аддикции. Это что это такое? Ну, во-первых, это компульсивное использование. Это непреодолимое стремление, постоянно повторяющиеся и навязчивые действия. Нам надо постоянно, постоянно совершать эти действия, регулярно, постоянно, не контролируя, мы не контролируем. Да, это такая навязчивость, принудительность. Дальше, что еще, какие признаки? Это потери контроля. Ограничивать или противостоять внутренним побуждениям, однажды начав, очень трудно прекратить, практически невозможно без посторонней помощи. Сила воли аддикта уступает аддиктивной воле, хотя он или она может остановиться на короткий период, но остановиться совсем не может. Потери контроля. То есть там потерян контроль, человек понимает, осознает. Даже если будет понимать и осознавать негативные последствия, то контроль теряется. И что еще, какие признаки? Продолжает аддиктивное поведение, несмотря на вредные последствия. Увеличивающее количество проблем, обремененность долгами, унижение, да, если зависимость, например, от кого-то, да, ну, либо уже человек, когда алкоголизация или употребление психоактивных веществ, да, там человек уже становится не собой, его унижают, обесценивают, а у него, ему на это, он не обращает внимания для него. Главное, вот, а есть одна цель, уже вот такая сформированная привычка, решать проблему таким способом. Его даже не задевает то, что его унижают. Также ухудшение здоровья тоже не беспокоит уже людей в таком состоянии. Рост семейных, финансовых проблем, проблем с законом не отговаривает аддикта от аддиктивного поведения. И получается, что нету, для него, для таких людей не существует практически никаких угроз. Это вот так вот, такие признаки аддиктивного поведения. То есть, если мы будем говорить таким людям, что посмотри, какие последствия, он скажет, да, он согласен, но это для него не будет являться стопом для того, чтобы не совершать это действие. Можно рассмотреть еще аддиктивное поведение как спектр состояний. Если мы рассмотрим, как, что у нас, какие сферы, да, обычно в жизни, на что мы обращаем внимание, это безопасность для здоровья, вообще наша безопасность. Безопасность – это наша базовая потребность, и все мы стремимся к ней. И социальная приемлемость, чтобы нас в обществе принимали. Мы опираемся на какие-то такие моральные нормы, на социальные нормы. А здесь, получается, у таких людей снижается восприятие безопасности для здоровья, им не важна социальная приемлемость. Да, и вот мы часто видим, что им, они не обращают даже на это внимание, когда мы им говорим. Ну, то есть чувство стыда. Да, им, конечно, стыдно, но там уже они заложники ситуации, получается. Что еще здесь надо сказать? Что здесь надо учитывать коморбидность. Коморбидность – это у нас наличие нескольких хронических заболеваний, связанных между собой единым патогенетическим механизмом. То есть это совместимость в одном симптоме, есть несколько, в одном синдроме есть несколько симптомов и несколько заболеваний. Если у человека есть, допустим, зависимость, то, скорее всего, надо рассматривать, что еще у него есть, какие психические отклонения и расстройства существуют. Высокая коморбидность аддиктивных расстройств между собой, а также аддиктивных расстройств и других психических расстройств связывают. Да, аддикции с психическими расстройствами часто, они вместе идут в паре. В первую очередь, аффективных, обсессивно-компульсивных расстройств личности, органических заболеваний головного мозга и других, да, и другие причины есть. Ну, конечно же, когда у человека аффективные расстройства, это там нарушена эмоциональная сфера, он не может регулировать эмоции, иногда порой очень сложно находиться в таких эмоциях, и, соответственно, он идет за вот этой дозой того, что облегчит ему жизнь, ему страдания, он не будет решать эту проблему с психологом, с психиатром, с психотерапевтом, а будет решать более легким, доступным способом, ну, например, как алкоголь, да. Это очень частый способ снятия напряжения, ну, либо еда, да, получил удовольствие, то есть здесь они как думают, здесь напряглись, надо расслабиться, это способ расслабления, нервная система, способ получить удовольствие, расслабиться, забыться, переключиться. Ну, там разные есть мысли, да, у людей в такой момент, и что они, разные способы решения этой проблемы своей. Ну, также, если органическое заболевание головного мозга, соответственно, там нарушено, есть нарушение, и человек не контролирует свое поведение, или у него, может быть, нарушена префронтальная кора головного мозга, да, лобная часть, которая отвечает за импульсы, за ответственность, за силу воли, и поэтому он это делает, ну, и ни за что не отвечает. Вот, Екатерина написала, я снимаю напряжение едой, и мы будем разбирать, как мы можем это сделать, избавиться от такой зависимости, если вы считаете это зависимостью. Ну, соответственно, будем разбирать, но открою вам немножко завесу, что нам обязательно надо убирать то, с помощью чего мы решаем эту проблему, мы не тренируем, мы не работаем с тем, что вот лежит, и мы не едим, потому что там есть способы обуславливания, да, вот это оперантное обуславливание, это то, что, ой, классическое обуславливание, что я увидела эту еду, и когда-то с помощью этой еды мне стало хорошо, и тогда мы уже выскалькиваем из реальности, мы уже не оцениваем долгосрочные последствия, а просто прибегаем к этому и едим. И один из первых шагов от избавления, избавления от зависимости, это тот, что мы убираем все, что вызывает у нас зависимость. Это не должно быть перед глазами, не должно быть рядом, и чтобы не было такой возможности. Ну, а вторая составляющая этого процесса, это то, что мы ищем альтернативные способы, чем мы еще можем снять напряжение. Ну, это, конечно, так легко сказать, но очень сложно сделать, потому что уже произошло закрепление, уже произошло подкрепление, нейронные связи сформировались, поэтому это достаточно такой трудоемкий путь. Но выход есть, особенно вот от пищевой зависимости, это не так все с этим сложно. Хорошо, вот, и мы разобрали, что высокая коморбидность аддиктивных расстройств между собой, да, существует, нам всегда надо рассматривать, смотреть, что же еще там есть, почему это расстройство, эта аддикция возникла, как индивидуум решает свою проблему, и какую проблему он решает, потому что есть, если аффективные расстройства или ОКР, то это как способ снятия напряжения, или решения этой проблемы. В 71% пациентов с коморбидными расстройствами алкогольная зависимость была вторична по отношению к тревожным расстройствам. Вот смотрите, да, к нам могут обратиться с зависимостью, а на самом деле нам надо смотреть, что же там еще есть. И алкогольная зависимость, видите, была вторична, первично были тревожные расстройства, и, соответственно, человек в тревоге, ему очень сложно выносить это состояние, эту эмоциональность, и поэтому он прибегает к такому способу решения, разрешения этой ситуации, избавления от тревоги. Что еще можно сказать про коморбидность? Это нехимические аддикции часто сочетаются с другой психической патологией. Да, я уже говорила, да, как обсессивно-компульсивные расстройства, и расстройства, также расстройства личности, неврозы и химические зависимости. Коморбидность невротических расстройств и нехимических аддикций, по мнению Назмутуддинова, определяется тремя основными вариантами. Давайте посмотрим. Первый вариант – это невроз, манифестировавший на фоне ранее сформировавшейся аддиктивной зависимости при наличии дополнительных патогенетических моментов, например, психотравма. То есть вот эта психотравма, она первично, она может спровоцировать неврозы, спровоцировать эту зависимость. Сначала психотравма, потом невроз, возникший на фоне психотравмы, ну и, соответственно, аддикция. Человек попробовал, ему полегчало на какое-то время, и он принял решение, что вот это вот единственный способ, или пока ему это подходит. Кстати, много людей недооценивают вот это вот последствия, которые могут получить от этой привычки. Длительное, что еще, какие мы варианты рассмотрим? А это длительное невротическое состояние, обусловившее своеобразный механизм психологической защиты в виде формирования аддиктивного поведения. Видите, длительное невротическое состояние. Невротические аддиктивные расстройства, развивающиеся и протекающие параллельно, относительно изолированы друг от друга, но имеющие общие этиопатогенетические и патопластические феномены. То есть они пересекаются и, соответственно, подмешивается еще и аддикция. Давайте теперь разберем аддикции теории формирования, как формируется аддикция. Вообще принято считать, что это многофакторная психобиологическая модель формирования аддикции. Вообще в психологии сейчас принято считать, что все, что происходит с нами, все заболевания психические, все процессы надо рассматривать через био-психо-социальную модель. Что это такое? Во-первых, это личностная структура, структура личности, какой человек, с чем он родился. Дальше биологические факторы и окружающая среда. Все это оказывает влияние на нас, на наше развитие, соответственно, и на то, что с нами происходит. Аддикция и причина. Принято еще рассматривать диатез-стрессовую модель. Диатез – это наследственная предрасположенность человеческого организма к возникновению определенных патологических реакций. То есть, эта наследственность тоже влияет на аддикцию. Если у нас есть какая-то часть, да, в процентном соотношении, допустим, ребенок родился, у него мама, папа были, или там бабушка, дедушка, кто-то был аддиктами, да, зависимыми, то есть вероятность того, что у ребенка будет развиваться аддикция. Но дальше на это влияет влияние стресса, биологически и психологически. Если ребенок будет развиваться в комфортной среде, если его, так скажем, нервная система справится с этим, то это может не возникнуть. А если мы добавим стрессы, биологически, психологически, то дальше может возникнуть декомпенсация, актуализируются латентные дисфункциональные убеждения, и он может привегнуть к этой привычке, да, ну вот к этому способу решения проблемы. Латентные – это скрытые, не проявляющиеся, да, но потом они могут проявиться. Еще теории формирования аддикции можно рассматривать через биомедицинские теории и через психологические теории. Что мы, как мы рассматриваем биомедицинские теории? Это нейроэндокринные изменения, это нейроанатомические структурные изменения и нейрохимические изменения. То есть мы говорим о нейробиологии. Если там есть какие-то нарушения, отклонения, то причина может быть в этом. Так, давайте рассмотрим еще дальше, продолжим. Теории формирования аддикции – это биомедицинская теория, это воздействие на систему вознаграждения, систему подкреплений в глимбической системе мозга. И психологические теории – это теории научения. То есть там человек получает это вещество, меняется в структуре мозга все, происходит изменение и возникает привыкание. И теории научения – классическое обуславливание, оперантное обуславливание и моделирование. С помощью чего-то или кого-то мы получаем то состояние, к которому мы стремимся, или тот объект желания, или облегчаем состояние, и мы научаемся, что вот за счет этого мы придем к этому. Что еще можно, да? Вот мы будем сейчас разберем теории формирования, это моделирование, оперантное обуславливание и классическое обуславливание. Моделирование – это люди, науча, обучаются новым умениям с помощью наблюдений за другими и впоследствии пытаясь выполнить это самостоятельно. То есть когда мы видим, что люди так и решают свои проблемы, таким способом это поведение закрепляется, и мы моделируем, и есть возможность прибегать к этому предмету, чтобы увидеть, как человек облегчает себе жизнь. Еще следующая теория – это оперантное обуславливание. Это воздействие вещества приносит удовольствие, что является подкреплением. Употребление наркотиков может также восприниматься как поведение, которое подкрепляет своими последствиями. То есть принял человек, подкрепился, и настроение у него хорошее, или снялось напряжение. И еще здесь стоит рассмотреть классическое обуславливание. Это Павлов продемонстрировал, что на протяжении определенного времени повторяющее сочетание одного стимула, звонок с другим, представление пищи, может вызвать стойкий ответ в виде выделения слюны от собаки. Напомню, что Павлов звонил в звоночек, давал еду собаке, и она ела, вырабатывалась слюна. В том, когда убрали еду, то все равно вот этот вот звонок вызывал слюноотделение без наличия еды. Поэтому, когда мы уже будем думать об этом веществе, его может не быть, но мы уже будем представлять в голове, что мы можем получить. И вот за счет чего-то, определенного объекта, или субъекта, или предмета, мы вызываем вот это эмоциональную, мы вызываем у себя эмоцию, представляем, что мы получим награду, ну и, соответственно, нам необходимо к этому прибегнуть. Что это? Это Павлов продемонстрировал, что на протяжении определенного времени повторяющее сочетание одного стимула с другим, может вызвать стойкий ответ в виде выделения слюны у собаки без еды уже. Точно так же. Какое-то время употребление психоактивных веществ может начать ассоциироваться с наличием денег, внешними атрибутами, особыми местами, барами, местами, где можно купить наркотики. Когда мы будем видеть это место, нам сразу захочется это приобрести и вспомнить то состояние. Поэтому вот очень важно понимать, когда мы работаем с зависимостями, нам надо перестроить нейронную связь, чтобы у нас не было восприятия, как у собаки звонок с едой. Можно же позвонить и какую-то другую ассоциацию. Здесь вот эти ассоциации, они очень опасны в том плане, что если мы увидели, у нас возникло, возбудилось это, восстановилось это событие, и мы уже хотим этого. Мы можем не хотеть, но когда мы видим, особенно когда мы работаем с пищевыми зависимостями, мы можем не хотеть этого, не думать об этом, но вдруг мы увидели, и все, запустилось. Или этого человека, или это кафе, или это место, и уже у нас, соответственно, ассоциация о том, что нам будет хорошо от этого. И мы уже идем ногами, но нас ноги сами несут, так скажем, без нашего запрета. То есть мы себе запретили, а мозг сам проделал эту работу. Поэтому вот в этих случаях это очень сложно с этим справиться. И в конце концов, лишь одно действие этих стимул может вызвать очень сильное влечение или тягу, за которым последует употребление либо наркотиков, либо алкоголя, либо еды. Ну еще чего-то, да, какой зависимости. Например, магазин, шапоголия, если то шапоголия, то это тоже что-то может нам напомнить. Мы увидим, и сразу запустится вот эта вот реакция. Что мы еще рассмотрим? Еще, да, с теорией формирования аддикции мы поговорили. Теперь давайте посмотрим модели формирования аддикции, как они формируются. То есть они могут формироваться. Сначала она формируется, это позитивные подкрепления. Позитивные подкрепления усиливают реакцию, сопровождая ее приятными последствиями. Медовый месяц зависимости, он так и начинается. Пью, чтобы было хорошо. Да, или вот приезжаем куда-то, или на отдых, или с едой связанной, или еще что-то делаем. Пьем, чтобы было хорошо. А дальше уже негативные подкрепления устраняются, негативные подкрепления устраняют негативные последствия. Потом мы пьем, чтобы не было плохо, да, или едим, или еще что-то делаем. Сначала мы это делаем, чтобы было хорошо, даже если зависимость в отношениях. Ой, мы в отношениях, в абьюзивных, да, из которых потом часто хочется выйти. Нам хорошо, мы привыкаем, и получается вот это вот оперантное обуславливание, что за счет чего-то мы получаем хорошо. А потом мы находимся с этим человеком, или у нас другая зависимость, чтобы не было плохо. Потому что наш мозг уже закрепил, что при этих условиях нам хорошо, не важно контекст и не важно то, что сейчас происходит. Что еще можно здесь разобрать? Это модель оппонентных процессов, как модель формирования зависимости. Она отображает нейрофизиологические и нейрофармакологические процессы, происходящие при формировании, при возникновении зависимости. первая фаза, названная процессом А, характеризуется эмоционально-позитивным действием наркотика, наступающим начальной стадии его приема. А вторая фаза, процесс Б, последствия, негативный эффект, выступает как оппонент, формируется в результате развития толерантности. Толерантность это терпимость, мы уже нам уже ничего, ну, эта дозировка уже не дает никакого эффекта, мы уже принимаем это как норму, тогда приходится усиливать дозу, не усиливать, увеличивать, да, часто, что, когда вот такое компульсивное переедание бывает, да, что мы получали раньше удовольствие, сейчас мы не получаем, и мы хотим получить больше эффект, и это переходит в такой вот уже в количество, в большее количество, и в зависимости, также это связано с алкоголем, и с наркотиками, и другие зависимости, шапоголея, сексуальная зависимость, да, и геймеры, да, вот, и игромания, это тоже, сначала часик поиграли, потом три поиграли, потом весь день поиграли, сутки напролет, ну, потому что возникает толерантность, терпимость уже, мы уже привыкание, другим словом, толерантность, это привыкание, когнитивно-поведенческая модель, давайте рассмотрим, да, это фундаментальные причины пограничных психических расстройств, включая аддикции, дефицитарные или искаженные процессы обучения, то есть, это то, что чего-либо не хватает, навыков, да, в дефиците, либо искаженные процессы, процессы, то, чему научились, научился аддикт, это нарушение его оценки, получается, да, его восприятия. Исследование узнан, доказано исследованиями, что для реализации любой установки необходимы два обязательных условия, это актуальная потребность и возможность ее осуществления, и вот обращайте внимание, если есть возможность у человека ее осуществления, то всегда нам очень сложно с этим работать будет, и человек не избавится от аддикции, от зависимого поведения, потому что очень много процессов задействовано в головном мозге, как будто бы мозг живет своей жизнью, отличается, его жизнь отличается от нашей жизни, он сам принимает решения, и поэтому, если будет возможность ее осуществления, обязательно аддикт, человек будет применять этот способ решения проблемы. И еще здесь надо учитывать актуальную потребность, как это правда актуальная потребность, или человек может как-то справиться с этой потребностью, или актуальность сейчас не такая, которую он наделяет, здесь надо учитывать условия. факторы формирования давайте посмотрим, факторы формирования аддикции рассмотрим. Биологические факторы к общебиологическим биологическим факторам относятся наследственность и пренатальные, перипостнатальные вредности, способствующие возникновению органической неполноценности структур головного мозга и влияющие на формирование характерологических свойств личности. Это обязательно надо учитывать. Что это такое? Это нарушение нейромедиаторного обмена, изменений в генах, связанных с дофамином, с серотонином, с норадреналином, составляют приблизительно одинаковый риск для возникновения патологического гемблинга. То есть получается, если у нас проблема с серотонином, с дофамином, гормон, дофамин, это гормон такой предвкушения и достижения, если есть проблемы, то вероятность очень высокая. Так, вопрос. Значит ли это, что удовлетворение потребности лишь на мгновение приносит удовольствие, а затем мозг требует новых эмоций, чувства и потребности? Да, все верно, Юлия, вы правильно говорите, что это наша мнимая такая мнимая решение. Это мы так думаем, что мы получили это, облегчили себе страдания или получили удовольствие и эмоции. И мы с помощью этого сможем решать. Это просто вот такая когнитивно-поведенческая модель, если мы рассматриваем, что нас так научили или вообще не научили. Мы нашли единственный способ решения проблемы, единственный способ получения удовольствия через вот эту аддикцию, а на самом деле их гораздо больше, и мы обучаем клиента, с помощью чего он может получать эти эмоции. Да, все верно. Дальше мы смотрим, мы факторы формирования аддикции, рассматриваем биологические факторы, это нейрофизиологические особенности центральной нервной системы, то есть мы сейчас говорим о том, что существуют есть биологические нарушения, и если есть эти нарушения, то нам можно это регулировать с помощью либо навыки, да, получает, либо препаратами. Нейрофизиологические особенности центральной нервной системы, это выявляемые у патологических гемблеров, которые особое значение придают снижение чувствительности системы наград, то есть часто очень я слышу, что мы ставим результат, ну ставим допустим планку какую-то, которую хотим получить, тот результат, который хотим получить, а потом я понимаю, что награда, она вот прошла вот это такое сиюминутное счастье, и зачем тогда это делать, и надо вырабатывать толерантность, вот это вот терпение, да, уже человек не для человека это становится нормой, терпимость такая к этому, то есть нет ничего яркого, и дальше уже они начинают, ну ладно, хорошо, это достиг, давай дальше, 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 то есть нет такой нормы, и система награды, а наград, она для них непонятна, как они себя будут награждать, и вот так вот очень, ну, последствия те, которые они могут получить, они не видят, у них единственный способ решить, ну, получить вот эти вот эмоции, получить вот это состояние с помощью этой аддикции. Биологические факторы, да, что еще здесь, это к общебиологическим факторам относится, да, как я уже сказала, наследственности, перинатальной, постнатальной вредности. Еще отмечают потери контроля и критики у неврологических пациентов с поражениями вентром медиальных структур и префронтальной коры, да, ну, что я говорила, сила воли, префронтальная кора отвечает за силу воли, за импульса, за принятие решения, если там патологии, то, скорее всего, этот человек не будет отслеживать, что он делает, как, зачем, это про оценку ситуации, поэтому такие люди, увы, они больше предрасположены к аддикциям. Еще если какое-то есть расстройство, да, связанное у таких людей, могут возникать расстройства, связанные с принятием решений. Патологическое функционирование орбита фронтальной коры, это нейробиологическая основа химической зависимости и патологического гемблинга, как и других компульсивных расстройств. Компьютерные, сексуальные, патологические влечения к покупкам, то есть, есть ряд исследований, которые говорят о том, что какие отделы мозга нарушены, и, скорее всего, эти люди склонны больше к этим аддикциям. Выявлено, что у лиц, зависимых от игры, статически достоверно, чаще, чем в соответствующих контрольных группах, родители являлись патологическими игроками. Давайте посмотрим, что еще характериологические и личностные свойства, как факторы риска аддиктивного поведения. На это тоже нам надо обращать внимание. Патологические азартные игроки имеют более низкую способность к прогнозированию жизненных событий по сравнению с контрольной группой и характеризуют сниженную волевая деятельность и способность к преодолению препятствий. Сочетание указанных черт со смещением профиля личности в сторону экстернальности, находящиеся в прямой зависимости с эмоциональной неуравновешенностью. Часто такие люди эмоционально неуравновешенные и аффективные. Аффекты у них высокие числа, высокое число аффектов, аффективные расстройства мы уже говорили. Факторы формирования аддикции это что еще? Это большинство авторов связывают склонность к аддикциям с определенными типами, акцентуациями характера, то есть типом личности. Это какой-то гипертимный, неустойчивый, конформный, истероидный, эпилептоидный, это если по личикому будем говорить. То есть некоторые типы личности они подвержены аддикции эти люди с такими людьми. Социальные факторы также влияют на входят факторы риска. По Короленко и Дмитриевой это что они говорят эти авторы? Неправильное воспитание в семье, участие в играх родителей и знакомых, вещизм, переоценка значения материальных ценностей, фиксированное внимание на финансовых возможностях, зависть к более богатым родственникам и знакомым, убеждение в том, что все проблемы можно решить с помощью денег. и еще ситуативная доступность к объекту аддикции. Это тоже относится к факторам риска. Что давайте еще рассмотрим мотивы, факторы формирования аддикции, мотивы. То есть какие мотивы нас побуждают обращаться к объекту зависимость, какая деятельность, да, первоначальная и рецидива. Зачем нам это надо прибегать к зависимости? Это, ну, во-первых, для снижения напряжения и получения релаксации, самостоятельный мотив употребления наркотика, независимый от типа личности. Мы расслабляемся, но я думаю, если мы говорим это не именно про наркотик, а также про еду, еще про другие виды аддикции, то это все для снижения напряжения и получения расслабления, релаксации, да, все, наверное, знают о том, что вот аддикция пищевая, она формируется для того, чтобы снять напряжение. Устали, пошли, поели, сняли напряжение и расслабились, получили расслабление. Многие говорят, что я не могу расслабиться и еда это как наркотик, поел, сразу уснул. Особенно люди, кто ест на ночь, это для них как способ никаких снотворных не надо. Поели на ночь и расслабились, то есть сняли напряжение. Кто-то выпил, да, все зависимости, они для того, чтобы снять напряжение. В качестве изменения аффективного состояния, также мотив, да, зачем нам использовать, чтобы изменить аффективное состояние, переключиться с одной эмоции на другую, снизить эмоции. Универсальный механизм в ремиссии совершенно разное эмоциональное состояние, зависящее от структуры психики больного. Да, и еще обращали ли вы внимание на такой момент, когда одна аддикция переходит в другую, вот когда много слышала, когда курить бросают люди, то они начинают поправляться, и некоторые говорят, что я когда брошу курить, я поправлюсь, но смотрите какой механизм. Здесь же переключаемся с одной аддикции на другую, и соответственно это не из-за сигарет, не из-за того, что мы курим и у нас аппетит повышается, а из-за того, что здесь неконтролируемое курение например было, зачем нам избавляться от этой привычки, просто что доходит уже до увеличения дозы, или не нравится состояние, или угроз здоровья, и переходим к другому виде аддикции, к другому объекту аддикции, еда, потому что если мы не курим или не пьем, тогда мы идем что-то делать, да, опять же ищем простой способ снижения напряжения, получения расслабления, идем есть, и мы едим, едим, едим в такой степени, да, пока не получим вот это расслабление, и поэтому этот процесс не про то, что мы бросили курить и поправились, а просто про то, что заменили одну привычку на другую, понятно, да, или если допустим перестали заниматься, проработали шапоголи, шапоголи, да, то потом мы во что-то другое можем перейти в другую форму зависимости, в другой объект зависимости, это понятно, да, и поэтому нам надо работать, выбирать те альтернативы, которые влияют не так пагубно, как вот эти объекты зависимости, да, и в качестве изменения аффективного состояния, мотив, то есть зачем нам использовать эти средства или прибегать к аддикции, чтобы снять аффективность, изменить и аффективное состояние, чтобы снять напряжение, получить расслабление, зачем нам еще прибегать к этому, для получения удовольствия, гидронистическая мотивация, поиск острых и необычных ощущений, свойственных лицам с выраженными инфантильными и психопатическими чертами, это тоже мотив, мотивы может являться, чем еще может являться, каким мотивом, средства повышения самооценки, например, шипоголия, также выпить в кругу людей, друзей, нельзя отказываться, принять наркотики, вот очень часто бывает у подростков, они вроде бы и не хотели, не знают, но чтобы не выглядеть изгоем, его же не примут в этой группе, надо делать как все, да, и вот самооценка повышается, я крутой, я крутая, что еще, каким мотивом может, какой мотив еще может быть, как средство компенсации каких-либо недостающих человеку форм или способов удовлетворения потребностей, также это, например, можно использовать, расценивать, как когда человек алкоголь принимает, он становится раскованный, у него снимается напряжение, он становится общительный, ну и тогда получается, это закрепляется и это поведение, вообще надо тренировать здесь другое, да, работать самооценкой, а здесь с помощью объекта, с помощью предмета он добивается результата, да, как средство компенсации каких-либо недостающих человеку форм или способов удовлетворения потребностей, что еще может являться мотивом, средство общения, коммуникации, ну вот я уже говорила, да, чаще наблюдается у шизоидов и остейников личностей замков подтревоженных, когда они выпивают, принимают средства, вот эти вещества, тогда они становятся более такими открытыми, и еще результат научения и подражания, конформный тип, то есть, если я буду так делать, значит, у меня будет то, что есть у этого человека, тоже является мотивом. Какие виды аддикции бывают? Аддикции бывают химические Егоров как говорит, да, химические, нехимические и промежуточные, к промежуточным аддикциям относятся пищевые, пищевые. Сейчас мы разберем, что такое химические аддикции. Химические аддикции это патологическое влечение к ПАВ, психоактивным веществам. Психоактивное вещество это любое вещество или смесь естественного или искусственного происхождения, которое влияет на функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению психического состояния. Под зависимостью от ПАВ подразумевается наркомания, токсикомания, алкоголизм, табакокурение, то есть злоупотребление веществами, воздействующими на функционирование нервной системы. Давайте посмотрим, как с помощью препарата формируются аддикции. Допустим, есть седативные средства, они могут вызывать аддикцию, пристрастие, зависимость. Это алкоголь, там находится этанол, барбитураты, это небутал, фенибут, сиканал, веранал, все вот эти препараты, которые содержат барбитураты. Какой у них эффект? Они снижают, как алкоголь и барбитураты, они с ним снижают напряжение, облегчают социальное общение, затушевывают чувства и переживания. Поэтому, когда людям плохо, часть людей выпьет им хорошо. Вот это так. Дальше тип стимуляторы. Это амфетамины диксидрин, бензидрин, методрин, кокаин. Это группа стимуляторов. Что они, какое действие выполняют, какой эффект оказывают, повышают ощущение бодрости и уверенности в себе, снижают чувство усталости, позволяют долго бодрствовать, повышают выносливость, стимулируют сексуальные возбуждения. Поэтому люди такие вроде бы и смелые, и они классные, как они себя видят. Это такая мечта мужчины, наверное, когда он такой, он и работоспособный, и бодрый, и у него с сексуальностью все в порядке, и выносливый, нет чувства усталости, не человек, а какой-то киборг такой. Дальше тип наркотики. Это опиум и его производные морфин, кодеин, героин, метадон, синтетический наркотик. Они что делают, какой эффект они оказывают? Они снимают физическую боль, вызывают релаксацию и приятные мечты, устраняют тревогу и напряжение. А метадон, он для лечения героиновой зависимости. Здесь вот как свойство. Дальше какие есть типы психоделики и галлюциогены. Это конопля, марихуана, гашиш, миксалин, псилоцибин, галлюциногенные грибы, ЛСД и РСР, фенициклидин. А что они делают, какой эффект у этих веществ? Они расширяют границы сознания, вызывают видение, фантазии, вызывают ступор. Ну, как бы такие люди, да, что они ничего не понимают, тупят. Ну, им очень хорошо, у них фантазии яркие такие. Еще успокаивающие препараты тип это Librium, Meltan, Valium, Diazepam. Да, вот эти вот все препараты, которые успокоительные. Xenox, ой, Xanox. Они что делают? Они устраняют напряжение и тревогу, вызывают релаксацию. Вот такие вот мы разобрали вот такие вещества, которые могут воздействовать на наш организм и оказывать такой эффект. Согласно МКБ-10 под зависимостью понимается болезненный процесс закономерно проходим. МКБ, я напомню, это международная классификация болезней, аддикции занесены это как болезнь, поэтому здесь вот что там, что здесь написано, я сейчас прочитаю. Признаки согласно МКБ-10 под зависимостью понимается болезненный процесс, закономерно проходящий через последовательные стадии, имеющие свое начало и исход. Признаки зависимости отпав. Сильное желание или чувство трудно преодолимой тяги к приему вещества. Сниженная способность контролировать прием веществ. Употребление в больших количествах и дольше, чем намеревалось. То есть, если дозировка определенная, планировали принимать какой-то срок определенный, если уже вышли из этого срока, за этот срок, то уже как аддикции зависимость. Безуспешные попытки или постоянное желание сократить или контролировать употребление вещества. Состояние отмены или абстинентный синдром, возникающий, когда прием вещества уменьшается или прекращается. Повышение толерантности, вот этой нечувствительности к эффектам вещества. Необходимо повышать дозы. Поглощенность употреблением вещества, ради которого происходит полный или частичный отказ от других важных альтернативных форм наслаждения и интересов. Видите, других форм наслаждения и интересов уже для этих людей не существует. Продолжающееся употребление вещества вопреки явным признакам вредных последствий. Здесь диагностика аддикции тоже отделана, я думаю, вы прочитайте. И в МКБ 11 есть там изменения, потому что в МКБ 10 это мы признаки посмотрели, а психические расстройства, что здесь рассматривается? Психические поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, дальше следующий пункт употреблением опиоидов, следующий пункт употреблением каннабиоидов в 13 пункт употреблением седативных и снотворных средств, видите, там градация идет, то есть к каждому пункту относится вид наркотика, вид психоактивного вещества, которое употребляется, вызванные употребления кокаина, вызванные употребления других стимуляторов, включая кофеин, галлюциногенов, табак, летучие растворители, и в МКБ-11 там есть тоже изменения, здесь даже есть нарушения, вызванные использованием непсихотических веществ, здесь добавлено, и напомню, МКБ-11 она уже сейчас используется, и поэтому там много различий, да, здесь нарушения связаны с использованием, использованием других уточненных психоактивных веществ, включая медикаменты, потому что, как мы знаем, есть сейчас, уже выявляют зависимость от медикаментов, то есть симптома нету, а человек принимает, потому что у него страха вдруг появится, ну и формируется вот такая вот зависимость, что можно сказать про нехимические зависимости, нехимические зависимости это шоппинг, работа, любовь, секс, игромания, еда, интернет-зависимость, денежная зависимость, нехимические аддикции называются аддикции, где объектом зависимости становится поведенческий паттерн, а не психоактивное вещество. В западной литературе для обозначения этих видов аддиктивного поведения чаще используется термин поведенческие аддикции. Да, это нехимические аддикции, классификация по Егорову. Давайте разберем, да, что это, как он классифицирует. Это, ну, во-первых, патологическое влечение к азартным играм, гемблинг. В DSM-5 это диагностический справочник, диагноз патологического гемблинга ставится при наличии четырех и более пунктов из раздела А и пункта Б. Что мы считаем? Данный тип поведения должен продолжаться не менее 12 месяцев, как мы определяем игровую зависимость, быть повторяющимся и устойчивым. То есть, если к вам придет клиент с зависимостью, вы можете воспользоваться этим руководством, этим справочником и оценить для себя. Конечно, мы не ставим диагноз, мы выставляем гипотезу, мы предполагаем, но чтобы нам понимать, с чем к нам пришел клиент, мы можем попробовать определить. Что же это такое? Данный тип поведения должен продолжаться не менее 12 месяцев, это речь идет о гемблинге, не менее 12 месяцев, быть повторяющимся и устойчивым. Потребность в азартных играх все с большей затратой денег для достижения того же эффекта, что и прежде. Чувство беспокойства или раздражительности при попытках перестать играть или уменьшить время, проводимое за игрой. Безуспешные попытки сократить или прекратить азартные игры, то есть люди не прекращают эти игры, не снижают время. Поглощен гемблингам, например, постоянно возвращается в мыслях к этому. И в мыслях к прошлому опыту гемблинга, например, он намеренно отказывается от гемблинга или наоборот предвкушает и готовится к реализации очередной возможности гемблинга и обдумывает способ достать денежные средства для этого. Что Егоров как описывает патологическое влечение к азартным играм? Часто начинает играть, когда ощущает негативное эмоциональное состояние, беспомощность, вину, тревогу, депрессию. Видите, когда человек не может справиться с эмоциями, он возвращается к этому. После проигрыша возвращается на следующий день в надежде отыграться, лжет, скрывая свою вовлеченность в азартные игры, ставит под угрозу и даже готов полностью порвать отношения с близкими, людьми, бросить работу или учебу, отказаться от перспективы карьерного роста из-за гемблинга. Ситуация отсутствия денег из-за гемблинга перекладывает решение проблем на других людей. Какие еще аддикции Егоров описывает? Эротические первые значит это патологическое влечение к азартным играм гемблинг и второе эротические аддикции любовные аддикции сексуальные аддикции третье что он пункт это что он описывает технологический гаджет аддикции это интернет аддикции характерные особенности сверхценность то есть интернет и вот этот гаджет он сверхценный чрезмерное использование он часто использует его то есть важность частота использования пренебрежение работой заменяет эти гаджеты работой усиленные чувства предвкушения сеанса то есть он ждет этого момента человек снижение самоконтроля и пренебрежение своей социальной жизнью то есть все ради объекта желания по типу интернет аддикции это киберсексуальная зависимость пристрастие к виртуальным знакомствам почему вот некоторые кстати девушки говорят что ну и чего написал пообщался и что дальше таких в сети миллион и получается что это тоже аддикции потому что там цель другая цель виртуальное общение там про то что отношения не переходят куда-то больше дальше а просто у человека пристрастие к виртуальным знакомствам вот и все от него ожидать мы ничего не дождемся от такого человека понятно да вот это тоже аддикция киберсексуальная зависимость это непреодолимое влечение к посещению порно сайтов и занятиям гиперсексом значит пристрастие к виртуальным знакомствам мы разобрали избыточное знакомство и друзей в сети да с друзьями можно знакомиться с противоположным полом можно друзей искать можно для отношений ну то есть любая форма это аддикция да зачем мы знакомимся либо найти пару либо просто завести друзей навязчивая потребность в сети игра в онлайновые азартные игры постоянной покупки или участие в аукционах то есть все через сеть все через интернет также информационная перегрузка бесконечное путешествие по сети поиск информации по базам данных поисковых сайтах то есть постоянно вот этот вот серфинг да веб серфинг постоянно находясь в интернете в поиске чего-то компьютерная зависимость навязчивая игра в компьютерные игры также нехимические зависимости это мы сейчас разобрали с вами интернет и гаджеты зависимости и есть ряд работ такие как смартфон и детский травматизм это иностранное издание описывало вот это они провели исследование и там выяснили что детский травматизм очень связан со смартфонами смартфона родители используют няне смартфоном и соответственно детский травматизм повышается и еще исследование было что уровень связанного с использованием мобильных телефонов и травматизм среди пешеходов увеличился в три раза с 2007 года по 2010 я думаю наверное есть исследование также по количеству аварий потому что сами знаете как только мы начинаем смотреть телефон или позвонил кто-то у нас же мозг не может он не многозадачный поэтому в данный момент мы отвлеклись мы не решаем задачу концентрации внимания и соответственно травматизм выше что еще как нехимические аддикции технологические это аддикции к мобильным телефонам смартфонам селфи это тоже вид аддикции и другие технологические аддикции это телевизионная запойная просмотр сериалов тоже принято считать зависимость что еще мы можем считать нехимическими аддикциями социально приемлемыми это работоголизм спортивные аддикции аддикции упражнений эти халаминовые эндорфиновые аддикции отношений группирования аддикции к трате денег к покупкам шопоголизм это Егоров классификации автор Егоров религиозная аддикция духовный поиск ургентная аддикция дедлайн аддикции то есть в последний момент все делать собирать вот эти дедлайны и замечающий шум тоже такой вид аддикции что еще есть какая аддикция состояние перманентной войны то есть постоянно с кем-то воевать отстаивать свои интересы права быть в обороне и еще веселые вождения вот такая тоже аддикция здесь пищевые аддикции мы рассматриваю да по Егорову пищевая аддикция это во-первых аддикция к перееданию компульсивное переедание второе что можно рассматривать как аддикция аддикции голоданию то есть голод это тоже аддикция арторексия это страх съесть ну как правильное питание считается да то что вредные продукты не есть вредные продукты есть только полезные продукты это тоже пищевая относится к пищевым зависимость какая зависимость существует зависимость от андрогенных анаболических стероидов и другие промежуточные аддикции например это слабительные мочегонные вещества это тоже аддикция сейчас немножко рассмотрим различия между пищевой аддикцией нервной анорексией булимии то есть нервная анорексия и булимия это в основе дисморфобические переживания дисморфобия это непринятие себя получается в клинической картины это общие эндокринные расстройства индекс массы тела 17,5 или ниже потери веса от 15 до 60 процентов от нормальной массы тела интенсивный страх набрать вес даже при сильном истощении то есть непринятие себя дисморфобические переживания а пищевая аддикция здесь в основе лежит положительное эмоциональное подкрепление например шоколадная зависимость да там подкрепляем себя снимаем напряжение расслабляем а здесь непринятие себя в этом различии ну что на сегодня я предлагаю уже заканчивать в следующий раз мы будем заниматься диагностикой аддикции и дальше мы уже будем изучать способы работы техники работы с аддикциями очень напомню что большая тема но мы больше внимания уделим техникам как нам справиться с аддикцией что что делать когда к нам обратился человек с аддикцией если есть вопросы расскажу отвечу то есть на вопросы если нет можем заканчивать давайте немножко подожду и буду завершать в прошлый раз по спортивной психологии не удалось сначала сохранить эфир но потом помогли мне конечно нынешняя ситуация не такая как раньше поэтому очень переживаю за сохранение эфира и долго тоже не буду здесь сейчас хочу начать сохранять если нет вопросов давайте завершать а вот давайте а если периодически хочется шоколадки от аддикции или все ок но надо понимать что у аддикции мы в МКБ если будем разбираться это зависимое поведение то здесь нужен срок вот если мы в следующий раз будем диагностикой заниматься надо понимать что в течение какого срока я использую и мешает ли это нам или просто мы едим что после этого у нас возникает ну поели мы это влияет как-то на нас или нет в принципе если мы периодически ходим шоколадки значит это какое-то эмоциональное состояние и шоколадка нам помогает если мы хотим избавиться если угроза если это зависимость если я не знаю если шоколадки не будет что вы будете делать допустим вот представьте если нет если как определяется аддикция если убрать объект как вы будете себя чувствовать вы разнесете весь дом или во что бы то ни стало ночью пойдете за шоколадкой или вы подождете дождетесь или а потом и забудете сможете вы себя уговорить или нет вот так вот можно определить аддикцию если убрать этот объект и сможете справиться с этой эмоцией без этого объекта понятно Юлия Юлия задала вопрос а если периодически хочется шоколадки это аддикция или все ок здесь сложно сказать периодически это как и как это на вас влияет если ок то если для вас это нормально то если вы никому не причиняете вреда если вам эта шоколадка не наносит вред и вас не трясет от того что если ее нет и вы не пойдете среди ночи за шоколадкой да вот тогда это норма да когда нам хочется просто может быть шоколадка связана со воспоминанием с каким-то помните да в начале лекции мы говорили об обуславливании об оперантном да с помощью чего-то объекта мы получили эту эмоцию и вот так сформировалась наша здесь больше про эмоции про снятие напряжения про расслабление поэтому все нормально ну все всем до свидания всех была рада видеть и встретимся на следующей неделе про эмоции про эмоции про эмоции про эмоции Продолжение следует...